Дорогие зрители, дорогие коллеги, меня зовут Алексей Фижевский. Я перевел то, что вы сейчас услышите, и несу за это, наверное, ответственность. Мы представляем вам читку польской писательницы Дорога Московской, ее последнего произведения, которое можно назвать просто пьесой. Она называется «Другие люди», «Инные люди». И эта пьеса была впервые представлена режиссером Вольчихом Угурбайским на фестивале NET, последнем, который был по времени, то есть в прошлом году. И эта пьеса готовится к постановке на польском языке в одном из самых интересных польских театров ТР Варшава и ставит, как один из самых интересных режиссеров Жекаш Ежи. Мы же вам покажем эту пьесу, читку в интерпретации и адаптации режиссуру Вольчих Угурбайским. Он, к сожалению, не смог приехать, и мы просто в меру, в силу нашей группы восстановили его рисунок и покажем его сейчас вам. Значит, к дальнейшему моему предведомлению я прошу как раз внестись очень серьезно. Во-первых, каждому из вас, дорогие зрители, должно быть больше 18 лет. Здесь нету никого, да? Младше 18. Очень-очень. Это уведомление второе. Значит, Дарута Масловская в принципе такой автор, который не избегает ни правов, ни описания сенсекса и насилия. И в этой пьесе, которая нам рассказывает о малышной жизни большого города, есть сенсекса, насилия, употребление наркотиков и всего остального. Если для вас это неприемлемо, мы вас очень просим, пожалуйста, не мучайте себя, не слушайте эту пьесу. Как переводчик, хочу сказать, что я, наверное, не встречал произведения, где это все было бы более художественно. Не знаю, насколько у меня это получилось передать в переводе, но тем не менее. Артистов мы представим в конце. Большое вам спасибо, мы начинаем. Дорота Масловская. Другие люди. Это был понедельник, и небо за окном свинцовое, и торчали из ковра иглы сухие еловые, опавшие, что твои иллюзии. Открытое окно, звук лифта, все это его разбудит, и вот уже не спит он. От пота мокрое одеяло, но хотя бы морда сухая, и вкус такой во рту, что ясно, что побывало вчера в нем много напитков с очень высоким градусом. Был повод выпить, покуролесил, теперь встает на часах скоро десять, и вот, успеть не надеяться, но бреется, моется, в зеркало смотрится, выглядит как из жопы. Но в целом и черт с ним, надевает штаны и куртку, недавний подгон от кореша. Краденая одежа, видимо, качество у нее то еще. Пахнет овцой или псиной, едва под дождиком вымокнет, а за подкладкой свалялась вата. То есть вещь хорошая, но с нехорошей кармой. Но как-то за запахом собачьим или овечьим послышалась ему нотка, сладкая запаха человечьего. Дезодорант младшей сестренки сквозь вонь пробивался тонко. Она в ней ходила сигареты курить на балконе. «Сорян, братишка, так вышло!» Следствие провел с пристрастием. В комнату к ней ворвался, письменный стол и тетради залил ей чаем к чертовой матери. Она бесится, давая орать, ублюдок, моя тетрадь, а на диване ей подпевает всегда несчастная мать. Переживает, что снова проснулась живая. Он, ее уважая, не скажет ей «вашу мамашу», а завалили бы выебало ваше. В общем, заложил вчера заворотник наш обидчивый озорник. День пошел по пизде с утра. Телефон отключили за неуплату. Планы посыпались, как сковоратья иголки с облезлой мохнатой елки, как аллеи солидарности на улице Маршалковской ставят крест в Варшаве, славной столице Польской. Не день, а прямо с утра пиздень, думал камер на свинцовое небо, глядя сквозь занавески. Столько ждать, чтобы все просрать, столько планов строить, чтобы все растрескнуть. Из-за тебя, панганца, я завалю презентацию. Ебаный день. Все бы тебе только шляться, тусоваться, в ночи возвращаться. Тут тебе не гостиница, шел бы работать, учиться. А вот еще за сотовый счет. Ты полторы тысячи плей должен еще. Думал на лестнице. Увидел на небе тучи, нависшие над кварталами, как брови Бога Могучего или кого-то там. Смог, пованивав, он шел, наяривал. За углом был ТЦ, рядом с которой на улице забился встретиться, дела порешать со своим корешем. Отсюда эти белборды, и на них тупых и хадеев морды из рекламы плея. Один ебанат из группы их двое, а эта жопа из мыльной оперы на вспульной. Хуй с ними, не засматривайся ты в эти рыло, ведь они телефон отключили. И у обоих на мордах полыбе, а если бы ноги у них отросли бы, так сплясали бы два гандона сиртаки от радости, что остался без телефона камень. Зашел в кебаб Кинг и куриную заказал на тонком. Смотрит, чтобы араб ему вместо мяса не намешал чего-нибудь или криво не срезал. За окном нерезкая двоица и троица Варшава приходит Тобби. Тобби, привет тебе, старый, что-то ты недоступен опять, не дозвонишься. Дозвонишься, дает ему пять. Че, снова парфюрчик новый, озорник, нюхает его воротник. А тот ему прямо напрямик сказал, как отрезал. Что у тебя, да давай поскорее, на пусть говорят, что ты нет настроения, потому что нахуй заходы такие. Тобби дает ему дамскую косметичку. А эта пидорасия, она еще тут откуда? Не знаю, может, Гога стянул свои паскуды? Взял он косметичку эту и побежал скорее за трамваем. Вместе с кебабом и пережевывая ему. Мысленно переживая, что не доел, звук глотания. И вообще, он хотел с фалафелем, потому что скорее был веган. Глупо вот так рассказывать, но похуй. Он как сдохнул, спаялся перным, потому что там, куда он ехал, было не до смеха. Ситуация такого рода, что не до серого водорода. День пиздей. Сранье связи нет ни хуя, интернета нету, в желудке говнище. Исплея счет на полторы тысячи, в ящике ни хуя тебе. Если ты продашь эти таблы, пропадут все вопросы как бы. День пиздень. Крутка пахнет сестрой, вот такой настрой. День пиздень, денек переебанный. Старый, ты едешь не на том трамвае, шестерка едет на беляны. Ты можешь не успеть, денек-то переебанный. Пусть позвонит и скажет, что будет позже. Сотвы отключили, вот же холера тоже. Она переживает уже на часах одиннадцать. Она не знает, куда себя деть и по квартире двигается, нервничает, нервной рукой собирает пушинки с колра. Но уже ее уже час, как бы на работе пора. И возникает уже жирный крест на всех ее планах. Как валия солидатности с улицы Яны Павлова. Но покамест ничего не поделаешь. Она ждет, едва как молится на вечер, медленно. И чтобы успокоиться, она все время вздыхает. Ничего нету на юг, сделанные молодыми польскими модельями. На ребенке, когда мы в школе, и только этот все телепает. Занесетка, тычет в айфон, трибер, но поскольку варяется. Когда уже идет, на работу свою пойдет. Она стреляет дороже, если она себя не за другой. А позже, как хотела, то есть мочок, абонент мочок. Я подтвердила, моляю, тепил. Она шепчет, когда звонит из ванны и слышит, что обойдет временный вид отзыва. И в этот целый момент, когда мы снова уже на выходе, слышим звонок домогрона. Идеально фантазий, тайный профиль, он ужасом, у нас знакомый. Здравствуйте. Вернись от техники? Здравствуйте. 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 Я взывала в ванной, пошел быть тихо. Спрашиваешься? Здрасте. И вот у меня это. Зачем тебе это? Ты себя спрашиваешь, глядя в сердце. Посмотри на себя. И доволи тебя этого. Что себя сам не знаю. Довел до этого. Как будто стоишь так пропастью. Твои руки трясутся страшно. Хоть и есть глазки, только долго у них. Слово думаешь, ты благородишь. Зачем тебе это? Зачем тебе это? И снова не знаешь ответа. И руки вдоль платья. И хочешь, наверное, уже быть раздета. Раздета. А кто ловит, сука? Изучатся звуки. Слышно о машине с уроком. Где тут у вас туалет? Он некрасиво вспотел. Так себе ситуация. Радворим дел. Не знал говорить с ней на вы. И нужно по-нормальному. Но когда нагибался, увидел, что сегодня без белья она. Вы шепись в квартирка. И правда, но мебель какая-то странная. Картины по стенам развеют. На кассе висит вверх ногами. Он бы улыбнулся, когда бы это увидел. А это что на стене? А, наверное, книги. Ванная тут больше комнаты, где ночует его сестра. А охранник на входе залип на него, как на мусор из ветра. И вот была бы потеха, если б сюда он зашел. И застыл, глядя, как я не камень. Несудимый, 32 года, снимает штаны. Подходит к ней в одних и... Ай, курва! Вляпался в кубик лего на хавре. А она, сучка, была нормальная. Разве что старовато, на взгляд его вооруженный, моложе слегка его матери. Зубы белые, как фарфоры, почти без швов, сиськи торчащие. Гладкие, как 23 тысячи злотых, которые на них потратили. Не стой, так сказала она, как будто просыпаясь от сна. Он напрягся и тапки сними, сказала она. Он сломал и начал ее наяривать. Была ли это любовь? Своего рода, наверное. Она лежала холодная, гладкая, как полено. Он столько немного сбит. В голове его мысли роятся похабные. И представляются ему бабы настолько голые, что видно их потроха. Из-под полуприкрытых век он видит, как слезы капают. Оставляя дорожки в мейкапе. Чтобы кончить, он рисует в своей голове баб. Голых баб. Он представляет себе их голых. Настолько голых, что видно их мигохондрии, клетки, их мембраны. Их ДНК, хромосомы, атомы, электроны. Звездные пыли, дроны, дроны, подрывы дронов. Взрыв. В общем, кончил. В общем, первый раз он был тут назад неделю. Халтурить чего-то по-тихому пытался он еле-еле. Помогал знакомому, а нихуя не вышло. Получил шиш за день работы за его зарплату. Пусть не поляки копошатся, а украинцы-психопаты. Так или иначе, они получили заказ. И, как уже было сказано, неделю назад первый раз они здесь появились. Что-то в бачке чинили. Развинтили, потом свинтили. Он уже не помнит, что, потому что он просто смотрел на нее, как она ставит галки в интернет-магазине Золанда. И смотрит в его межножье и видит, что там стоит тоже. Она просит его телефон, мол, все время что-то ломается, а муж целый день на работе и в полночь домой возвращается. Записывает его, как бачок. И оба вне подозрений. Глядят друг на друга, немая сцена, без субтитров и пояснений. А вчера получил смс от нее. Она ему пишет в одиннадцать. Его, прочитав, он немедленно к своему корешу двинулся. Выпили стопку другой водки и дунули раз, дунули два, потом еще на лестничной клетке, из трубки. И вот сегодня с утра сложная была побудка. Он с трудом встал, но у него стояло так, что болело, когда себе рисовал в голове он сиськи ее прекрасные, выглядывающие из-под юбки. Ну, то есть, конечно, из платья. Была ли это любовь? Нет. Но как отказаться? Камель возвращается от кореша поздно ночью. Мне ксенезапно в школу вставать. Какого хуя так поздно? Где мать? На дежурстве? Есть что пожрать. Не, меня не обойдешься. А сигареты? Ну, есть. Когда ты курить начала? Да ты уже отъебешься. Была ли это любовь? Мальчик возвращается домой поздно. Мальчик? Не спишь? Ты лукал? Нет. В скобенном уголках и там. Ну, может, немного. Работа, работа. Сидим до ночи. Тяжелый проект, проблемы. А она тоже сидит со всеми? Что? Это Клауди Апоха. Не понимаю, о чем я. Она лайкает все, каждый твой пост. У тебя коронавирус, чистый. Ой, все. Быстро в белых самокс и светлое, облако, чистое, ничего и быстро, как всегда сошло на сознание ее, делая ее свободным, ясным и чистым. И ничего не снилось, она ничего не желала. И на больших вулканах это ничто до утра бежало среди горилл, которые в легком танцевали, как в нее танцевали. Уже очень давно они друг с другом не спали. Почему, отчего, они сами ответов не знали. Их сына все быстрее обосила грязная маршрутка в бассейне на немецкий, и она красилась все больше и увеличивала дофу дертфу. Каждый день клялась себе, что у нее душа клубная дверью, каждый день оставалась, не хлопала, и не разделить так легко человека того, что связал банк. Точнее, ипотеку. Ну и вот, наконец, в один прекрасный день пришли чинить бочок. Она в планшету ставилась, но чувствует через плечо боковым зрением на себе взгляд этого молодого. Замечает его наголо рубритый череп, играющий под кожей мышцей, и большую татуировку с юным борстанцем на руке и у женисток. Смотрела, как ходит под жвачкой его челюсть. Если бы ображал, как было бы, если бы он ее зажал лучше всего у мужа на глазах. И еще он обнялся бедрами, когда выходил. Как бы случайно, но потом неделю мокрое ходило. Хорошо. Ну и вот, наверное, давай взглядом, его избегая, и ее помогает, она идет в память и слышит, как сопит его нос. У него в руках ее остался сок, и он спешит о дизайнерскую обивку его бутеть. Прежде чем его на постам все это в глаза попадет. Она, заворачивая салфетку-презерватив, в сумку его кладет. Говорит, глядя куда-то в бок. Что ты так лежишь? Сказал бы он своей матери, а ну отстань от меня. Но тут, как отруганная шкалота, подбирает спортивный костюм и носки. Ему неудобно, но она говорит. Куда тебя вынести? Эхе-хе, с Камилем такое впервые. Ну, надо спешить, Анидана. У меня в школе сейчас родительское собрание. Неплохо устроилась фея, муж и ребенок, а она раздвигает ноги перед первым встречным поперечнем, который ей в сыновья годится. И вспоминается ему такая картина. День рождения малышки Сандры. Он увлечен новым легом. Что-то сооружает, как заведенный. Вдруг слышит хихоньки-хахоньки и бокалов звон. Идет в большую комнату, а там дыра в стекле с тех пор, как отец через нее вошел. И открывает дверь, прижимает к себе свой лего. На столе фестиваль напитков из глянок, бутылок и банок. Графин наполовину полный, наполовину пустой. Ну, а потом он видит мать сидеть на диване с дядей, от которого воняет потом. Хочет к ней прижаться, но она поворачивается боком. Камиль, иди спать. Может быть, потому что он держит ее за грудь. Потом еще несколько дядек видел на диване с мамой. Знал, что они все немного разные, но в принципе одинаково храпять. Волосню свою чешет с утра, харкает в ванной. И пружины каждый раз одинаково звенят под их поясницами. И каждый раз одинаково стонут, когда его мать, когда на ней, когда в нее. Да вообще, я не хотел думать об этом. Блевать ему хотелось, видя, как разваливается такой на кушетке. И одно яйцо у него всегда торчит из штанов. А рядом стирка, татрой стирки, карпатой стирки. И всегда эта стирка неглаженная. Да не сиди ты жопой на моей кофте, баран ты ебан. Столько всего камер сейчас вспомнил. А воспоминания пришли, как этот счет из сплея. Внезапно, неожиданно, и кто-то должен был заплатить за них. Вообще у тебя отличная хата, но кое-что слабовато. Чем-то воняет. Моя куртка пахнет кебабом, браво. Но я тоже люблю ебаться, но что тут скажешь. А ты потом этими руками шарфик ребенку вяжешь. Любимый, сладок запах мне твоего тела. Но чем-то воняет, явно не в моей куртке дело. Расскажи, не будет ли муж твой против, что ты этими руками будешь с ребенком учить уроки? Ну, он же не сказал этого, но точно так подумал. Без сантиметра он же на нее смотрел, как она мечется между этими. Дизайнер, без делушек. Потом набрался храбрость, уверенно, да, хотя калантом предложил, чтобы она ему полторы тысячи аналошила. Ну и что же, ведь она на нищенку не похожа. А она подняла крови насмешиво. Но в конце концов вынула бабло из ящика жестком, говорящим, что это не те деньги, без которых она не сидит концы с танцами. Вышел быстро, быстрее, чем она смогла задуматься. Хотя честно признавал, что ему было стыдно от всего этого. Охранник на него смотрел, как баран на новые ворота. Когда выходил из ворот, ему факт показал камень. Бу-га-га, мудак ты и дебил. И на почту сразу думал, без особенных раздумий. Эй, 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 а как пишется плей? Как вообще пишется пэ? Палочка и полукруг. Спасибо, давно ничего не писала, позабылась вдруг. А, эль? Палочка стоячая, а внизу лежачая и короткая. Оценка 5, молодой. Не умеешь писать? Да умею, конечно же ты. Только телефон. А, а, как пишется а? Как бы в море, конечно, мы имеем. Ну, спасибо, слава тебе, Господи. А как йод? Как пишется йод? Ну, как загнутая вправо доска. Загнутая доска? Ха, не упали бы ее два соска. Пани на почте. Может, дегтярное мыло? Чудеса Яна Павла II? Взял для мамы хотя, блядь, 12 злотых. Вернулся домой на трамвае и просто упал спать в одежде. А недосып у него был просто мега. И снились ему какие-то глупости абсолютные. Какие-то школьные, контрольные, которые он пишет. И значит, и получит пол. По-идиотски одетый только в эту пижаму и кофту. Весь класс смеется. Вместе с Панией. А он на последней парте с каким-то дауном и цыганом. Который пахнет протухшим бельем. Дочка учительницы. Дочка начальницы. Столовки. Шестерка. Шестерка с цветком. А что же я не камень? А, точно, кол. Единица. Единица с грязными ушами и вяреньким бутербродом, в котором одна горчица. Встать, выйти и завтра с мамой явиться. Все время неравные шансы. Решение бал нищеты. Домашнее задание. Вы пишете, какие бывают цветы. У каждого дома есть энциклопедия. Да, конечно, у каждого. Конечно, поддакивает цыган. Хотя у него дома, точнее, в его оранжереи нету стен. Не то, что книгами поживиться. Да, он тоже поддакивает. Хотя не отличит энциклопедию от родной матери. И Камиль поддакивает. Мол, да, да. Хотя у него на хате с полки такие смотрят обложки. Апостольское путешествие Яна Павла. Сага о людях льда. Лечение похмелья травами. Заглядываем в шкаф. А там, там твой уикенд. А там совсем другие цветочки. Вот если бы было задание. Гоняй лысого. Дай себе пять. Да так, чтобы трясся из подъезд. Забрызгай все стены. У него была бы шестерка. Так снова не готов. Садись, кол тебе из. И сиди и пялься в апатии. Как глядя, как цыган себе высорапывает сварстику на завязке. Сломанным циркулем ковыряет у себя в лапе. Так что кровь красная капает прямо на парту. Учительница Яник. Ёб, плюгником полгу. Проснуться, да так, что чуть не обосрался. А воспоминаниями этими перепаханы. С детства в нем загубленный потенциал. Красными чернилами перечеркнуты везде и всюду. Косяк на косяке. И будет еще не один трек об этом на его микстепе. Чтобы ты под него танцевал в тишине. Семнадцать ноль ноль. Над кварталами уже блестит бижутерия ночных огней. Он включает телефон. И вот оно, чудо Яна Павла. Включен. Разблокировали. Пропущенных звонков с десяток. СМСы приходят с утра. Когда встречаемся, это от Аннеты, которую он когда-то ебал, но без большой уверенности. От Гога, куда вечером приехать надо с косметикой. А после них авария. Приходи попозже. От этой Ивоны. Выслала утром. И непонятно почему ему все напоминало. Эй, Камиль. Ну что? Выйди от этого, Антон. Отвали. Я маме все расскажу потом. Ой, что ты расскажешь? Ты для меня стоишь на столяком. Сложные вопросы. Вопросы нелегкие, тяжкие. Ага, давай, посмотри-ка сюда, как здесь грязно. Они сидим в шах у меня. Полный хлеб, вертеп с иглами из ковра. А ты смотришь сложные вопросы с ночи до утра. Ты просто закрой свой рот. Сложные вопросы. Вопросы нелегкие, тяжкие. С хуйом ты не выиграешь, хуйом ты только увязнешь. Знаешь, что может из этого выйти полный пиздос, но сделать ничего ты не можешь. Сложный вопрос. Зима. Белая, как зубы, после бутылки красного дырена. Шестой час с окна в Варшаве висит, как облако злых чар. И трубы кричат гонью. Январская семья дали. Только вялые помидоры, гидроцефалы, дрожат на вяленьких веточках в бесплодных садах. Она едет на грязную Ниссану, в школу, на собрание. Но чувствует себя так, будто это ее везут на прицепе ее собственного тела. В панике, пробуя вспомнить свои жесты и слова, как будто должна сыграть в каком-то мюхмендере. И ей все время кажется, что по ней видно, чем она сейчас занималась. Что есть в ней послевкусие или просто запах этого наглядника. И остался. Здравствуйте. Добрый день. Чем она больше удивлена, тем больше всем отчаянно кивает. Не глядя подписывает какой-то список учеников, которые не глядя заинтересовались трехглебной прогулкой. Когда лезет за ручкой своей нежной ручкой, она нащупывает это. Уже холодная и липкая. Так что дружба тела пробежала. Отвращение или чего-то там еще. Она суетится, кто-то с ней заговаривает. Она отвечает во сне. И что-то на пол роняет, боится ронять. Все уже, наверное, все просекли. Теперь на нее пялятся во главе с воспитательницей. Встаньте и покажите всем, что у вас там в руках. Да так, чтобы все родители видели. Можно сюда передать? Мама Лео в этом кандоме сделала мужу рога. Пожалуйста, осторожнее, помедленнее. Если сейчас я, не рвитесь из рук, всем хватит. Женщина, чье дело святыня. Такое свинство соделала. Мать ребенку и мужу, жена астроглодитов в постель легла. Нет, там удала шоколадный глаз вместо своего мужа. Да сметь, у тебя золотые зубы и рожи привел ты хуже. В собственном доме, в собственной постели. Наверняка разделась. Не исключено, что под одеждой она до сих пор не оделась. А может и это, и со мной тоже, да еще спецназа. Ты всегда не нравилась. Мне было бы приятно. Не тем, кто так одет, у кого квартира так выглядит, как выглядит судить меня. Понятно? Все хорошо. Пожалуйста, подпишите, что весь объем выставленных оценок к вам не принят. Секундочку. А может потом? Потом она чувствует, что пахнет потом, чужим потом. Смотр когаты, широкие шаги, пустые, холодные, запах пасты и эхо ее гадлоков. Она проходит мимо открытых классов, ищет туалет, и едва успевает, как месиво органическое, и с пасти ее улетает. На полусогнутых коленях стоит потяжелевшая надумывальня Горжерон. И вот улетен кремль воды, бакланы, нежно дремлют кувшинки на глади кампусты, кудырявые, калашутся только кусочки грибочков. Она боится, чтобы здесь не было камер. Чтобы отвлечь внимание, она полотенец бумажный, и целый запас обрушивает урубальник. Никто не заметит, все нормально. Жвачка, помадка, и вот уже она снова выглядит, как доллар, пачка. Не-не-не, не пачка, монет, заначка на доллар. Миллион, с папертий собранная. Видит так же, садясь в машину, по-моему, и меня вывела пальцем какая-то скотина. Заводит, но сама не заводится, какой-то патологический случай. Как будто вырастает перед ней какая-то неясная снегокуча, в которой буксует сейчас, хотя сильно давит на газ. Прямо как в жизни ее и грудевая стагнация. Что-то заедает, двигатель кашляет, она звонит мачерой. Я на встрече сейчас, и не могу говорить. Говорит, кто отвечает. Оставьте сообщение после сигнала. ПИП! Запись сообщения начинается, и она в него плача проливается. Вот такое вот сообщение. Вот такое вот с ним общение. Огни города, словно обмазы, расплавленные за окнами, отплываются. Где же этот ксанокс? В пачке мало осталось. Мама сцепит в рот, забивает, садится и ждет, чтобы поддействовала. Чтобы забрала ее на свою древнюю. Вот эта белая волна, чтобы на горизонте появилась ее любимая пустота, в которую можно вписать что угодно, что-нибудь в рифму. Может, может, еще пусть все так плохо дастся вернуть кредит. Может, всякотерпия встать, 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 они поедут они в Австралию, «Нет, там слишком много поляков». Новая Зеландия, в своих мыслях она выходит в Инстаграм, крикает на что попало, буквально на все сразу. Переделаем пехню, старая уже достала, новые кафель, новые дверцы, шкафчиков, овощи, купленные на фермерском рынке, антиоксидантная каша, мягкие полотенца, хлопковые, ремесленные. Новые занавески повесить, берем к себе жидбежицу, шшшшшшшш, так, не разгоняемся, просто домой пригласим пельнягу, может быть, поддержим благотворительность, пошлем посылки добра, напишут о нас журналистов, а в стайловых изданий, и незаметно она заезжает в торговый центр. Ах, да, как раз и в предрождественские распродажи, везде уже коллекции, есть новая Даша, новая жизнь, новая ты, В смысле она, новая фондюшница, свитеры, штанишки и легкий на карте кредитный минус Но еще верила, что все в хорошую сторону двинется И, кстати, может еще завести второго Звонит мальчик Когда будешь? Через 15 минут А то малой сидит голодная у меня встреча с дочкой С Леной? С Леной? Ну да Вот это отлично, такая дешевая схема Лучше ничего не придумала Ведь ясно, что едет он к ней, туда Он думает, у нее нет мозгов в фейсбуках Лайк Клауди и Бохан под каждым его постом Как что-нибудь он запостит, появляется автоматом Самые дешевые штучки, которые он ей скармливает вообще без дозрения совести Подло! Едешь к ней? Поглянись, что не едешь к ней, перед богом нет Поглянись Леонком Смоляю, Ионка, ты меня троллишь Ну приди в себя Поглянись здоровьем, ребенка На этом закончим Я купила вина Зачем? Хотела поговорить И о чем же? Буду ночью Она съедает век санкса Седает три А потом все, что у нее осталось в блистере В центре светился, мальчик ехал в зеркале заднего вида В своем Гольво обозревает свою внешность, терявшую свежесть выражения лица Разъезжаться начинавшего об утолщении, ожиривленья припухлости И обабиваться начинавшему уже слегка под слоем мужского мейкапа Стоял на месте для игролюбов Потому что я не спешил Смотрел, явно нашел какой-нибудь пес кремень в отползках флиц И на свою столу уложили на ее фоне наборов В преждевременных праздничных декорациях На манекенах, в витринах уже коллекция весна-лет Полных сил В темных не витринах, так сказать Ходят в зимнем все еще хлошары, бомжи Перекатная боль, аутлеты, жизни Опавшие крошки со стола были огнянские опасы Адидас в грязные шапки с надписью «Прею» И я просто так и со слетятельными знаниями И вот отдельный другой опыт у него вольфа Кружат уже в салон, воняют уже, стучат снаружи Вму стекло, мы поможем вам Спасибо, ребята, все хорошо Эй, шок, что за нервы, какие нервы, послышите Просто берите, пожалуйста, руки с кузова Ну, прошу вас Чтобы отцепились, надо позолотить эту руку Ему очень жаль, что они так бедные Но это не значит, что им можно вот так вот Втирать ему все хлопоктерии Средненькие, получше бывает проверено Успехи сегодня средние, прямо скажем, умеренные Они такие, чтобы взять и наложить вето На все то, что происходит на работе и дома Все не то На подогретом сидении своего больба Йоркзает, он старо выглядит И старо себя ощущает Изминает бумажный стаканчик от кофе Все не то, где она на куй входит Уже и пульсы мы заднем А теперь давай-ка побегай Хочет он написать И хочет уехать, уехать Вдоль по улице Ждать по газам Чтобы шимик и шарик воняли Мысль внезапно на пустяшку Голоря у него перепесится Потому что свидание с дочкой откладывал уже два месяца Три месяца Два месяца Вот и Лена Появляется 13-летняя девочка с огромной сумкой Привет Привет Может подружим в багажник Он вырывает ее сумку Предложил он ей сразу И со стороны глядя Кому-то могло показаться, что странно напалил себя дядя Некоторые, конечно, стирают опивку в своих больбу каждые две недели Но мачи не из этой серии Он сейчас на своем лице натянул до ушей Такую улыбку всепогодную Всепроходную Которая по лицу его развилась, как жвачка На всякий случай благоразумно в телефоне включил диктапон Он любил игры с множеством законов и правил Когда приходится тебе иметь дело с экс Вот такой закон и вот такие правила Ну как дела, доча? Чего я делаю? Какие планы? Планы У меня странный акцент Как из Монтаны Ханны Монтаны У меня никаких Может тогда в хула-тула? Шутка Видно, не самая удачная Потому что морзянка ее будет и править Ему как бы сигнализирует, мол, возьми себя в руки Кроме того, с усилием лучшего применения Достойного на свой телефон Он натрачивает и натрачивает Он голову поворачивает и думает о том, что не очень-то она складная И в жизни придется не сладко и ей немного поправиться А то она в этом платьице выглядит как жертв И еще в этой шапке как будто летом на нее упал снег Какой-то софит невезения Ну чего, в ресторан? В ресторан Поедим вкусные пасты? А на лице у нее выражение такое ужасное Будто он ей с ее матери предложил сыграть в тройничок А что, давай, будет круто, ты чего? Брать? Нет, ты шутишь Что, новая машина? Да, то есть нет, в салоне взяли на пробу Что-то у него екнуло Он не хотел, чтобы Лена знала про новую тачку Ага Вообще тачка мега, массажное креслое, все такое Но для нас с Ионой слишком дорого У нас все с деньгами не очень здорово Патовая ситуация Все высасывает кредит А на сиськи ей хватило? Что в России? Не знаю, так мама сказала Что за ерунду мама говорит? Да ничего, на твоей спуке мне показала О, такие волны Были какие-то прыщи А теперь прям сисяли, драма Он чувствует, как кровь приливает физиономии Пусть займется своими Выкрутился делами, мама И для разрядки бросил сексом Он займется, например, ему сейчас совсем не кстати Вот этот приступ бешенства Он хотел еще пару минут вытрепаться с ней безопасно Как там, говорил, адвокат Ну, как там в школе дела? Кстати, как там в школе дела? И еще винир, мега Были зубы, как у белки А теперь прям как с рекламой корейка А у меня нарушение поведения пищевого питания Мне нужна терапия Ну, это же нет денег у тебя, да? А мама говорит, что отношение с отцом Это причина всех eating disorders Что ты должен платить Ты должен платить тем более О, гумс Он хотел бы, конечно же, чтобы все было Чуть понежнее, но резко И непредвиденно терял на глазах терпение Говорю я тебе Пойдем в ресторан и едимся С тобой по-хорошему Отбивную съедим Печалька Отбивную? Подумай, с картошечкой Не притроны сообщаем Думаешь, что ты нормально? Так, в целом Выглядишь Мне все нравится Нравится только тебе Вот и ладно Вот и отлично Могу сказать, с точки зрения мужика Сексуального этого мало Так как? Ну, даже пальцем не захочется никому притрагиваться К такому освенцу Что такое освенце? Такой лагерь А что ты тебе сексуальное? Расскажи-ка Твоя эмоция, сделанная из силикона Умоляю Папа, хватит! И она ничего, стройная Толстая Вообще не толстая Правда? Ты считаешь? А почему ты ее изменяешь? А почему ты повторяешь все, что ты глупый пиз... Все что, от пизделия мама болтает? Не кричи на меня Она плачет, как дарит и печаль за нее Е-е-е-е Она плачет Привет, Оля Нет, я не плачу Сиди в машине Все нормально А вот Ольга в плане сыграла бы эту сцену более реальному Мама говоришь, как ты меня домой увез, немедленно Да и мне Пытается выручить у нее другое Мой телефон За мои деньги Да ты кукуха поехал? Да, концовка не удалась Но пара сцены даже очень Слушай, а может ты и остаться у нас как-нибудь хочешь? Может селфи за пилим Делает селфи Лена пытается заслониться отлично Мега толстый и мерзкий папа Лена высаживается из машины и бежит в годовом плачет Мачи смотрит, как она скрывается в темноте Выключает диктофон Стартует Едет в центр А в нем же диктофон записывает все их общения Взгляд на его поведение и их отношения с ее точки зрения Вот так теперь воспитывают детей Эти ебаные женщины, кровосоской, которых нет в жизни Ничего кроме статуса матери-одиночки Бабы недоебаные, которые с утра копте точат в голове скидут Как ПНГ, да и денег изможет края из государства По-боже мне сказал, чтобы найти нормальное дело рабочего Они уже, наверное, с утюжем живут днем и ночью Его лучшая жена видит ее адвокат Он говорит это как мужчина, у которого любить и ценить женщин есть причины Женщины его воспитали Бабушка его была женщиной Мать была женщиной Жена его бывшая На ней эта мысль дала трещину Вопрос тут дискуссионный В общем, большая просьба женщины Будьте женщинами Потому что порой, ну правда, чтобы быть беременной Надо еще постараться быть миленькой Хорошо выглядеть, вести себя по-нормальному Не о чем волноваться только кровососком бешеным Им будто бы не угрожает развращение, беременность, аборт Радио сделал погромче Но только еще больше бы расстраивать крики этих навальцев И машины, машины, машины до самого края неба Откуда столько машин? Куда все едут? И все на машине едут Он тоже сегодня в машине Но у него есть хотя бы, есть на это причина А вот они могли бы не спокойно трамвай Творнейшие все вокруг графья Как же он ездит с чертю И поэтому прямо с утра он покоит свою форсу Ну и там, коровы, живу из века И еду, поеба, на работу, школу И на неделю скидываю педронку А, вот это что он действительно ненавидел эту страну Так это за деревенчика У тебя есть определенный уровень жизни Но все равно тебя тянет вниз Потому что ты живешь здесь, в деревенском контексте И дышишь воздухом с ними вместе Тех, которые они вдыхают Да и жаль, я здесь Ну, чертыка есть, в тром ездил, как они, аж Пошел себе место возле этой пиццы хаты И наконец-то приткнулся Ну, где этот Гогу? И скорее уже кончился этот день Думал он для этого Крайфовный переход И на снег, окружающийся в фонарях Запах пиццы провелся ему в нос И теперь он, как бедные родственники Как солдат, дезертив диеты Смотрел, как внутри Жуют в переполненном зале Тусклые, жирные рты А потом в Египте В бассейнах Животы Свисают из трусиков Танго С татуировками сцен Изданта На плечах Бежевальт На руке Битва Подведная Нахуй Нужду Надпись на стекле И вот Сейчас Сбуляет душа Двойной сыр Четверной сыр На семикратном Действии Тройные мамаши Вместе с четверными Детьми Еще какие-то Прощадные студенты У них сейчас Сессия Через несколько лет Будут лечиться У них его дети Они будут строить мосты То есть нет Не будут Уедут в Норвегию А здесь лечить Будут представители Укуренные копоты Их кобыла Анетты Людмила У меня пожалуйста С шестерным сыром Камиль едет в трамвай Небо вечернее разглядывает Его поверхность темную Как будто химикатами Иссеченную Как будто айфон Батого тресного экрана Но там Там искрятся искры Пылают городские огни И не новые Новые светы Манят неонами Какой-то баннер Его уговаривает Влюбись в Варшаву Вообще-то Он и так любит Этот город Но дизлайк Тоже частенько кликает От какого-то Голшары С саньем Так пахнет Что он читать Сам с собой начинает Серые лица Люди без мечты Без желаний даже Праздники Праздники После праздников Распродажи Столько у них мечтаний Сколько экран покажет Праздники Праздники После праздников Распродажи Серые лица Люди без мечты Без желаний даже Праздники Праздники А после праздников Распродажи Столько у них мечтаний Сколько экран покажет Праздники Праздники А после праздников Распродажи Варшаву понимают Он все меньше Год от года Когда-то этот город Стал совсем другого рода И люди другие Все труднее их любить И если бы Хоть кто-нибудь Сумел бы объяснить Он вроде как бы У себя дома А все так незнакомо И он здесь Как будто бы чужой Как будто нарушитель А не местный житель Собственно как бедный родственник Как будто крестьянин Который ботинки снимает Перед тем Как войти в трамвай Потому что Боится в чужом дому Наследить Как же Так Он тут в грязных ботинках Топчется А тут высший свет Международное сообщество Как в Берлине Мультикультурном Эти Как их Аллахи У вас бомбы Вы хотите наших баб Трахать Из огнестрелов Бахать Давайте Смелее Начинайте Че вы там постоянно Что-то взрываете В Лондоне Или Берлине Чем Варшава хуже Нас почему обделили Давайте Давайте Какой-то пидор Пидоряет А другой от него Подхватывает Как будто пидорством Заражается Как будто как-то изгибается Как будто чешется его вагина Так, минутку А есть тут нормальные Одни пидоры в трамвае Хочу к маме Камиль выбегает Из трамвая Внутрь снег Если ты продашь эти таблы Пропадут все вопросы Как бы Провнялся со зданием Небольшим опозданием Шел шагом уверенным Так как с Гогой Разговаривал Как можно меньше Рефлексии Подходит к машине Берет сколько назначено Сразу дает то Что оговорено И никак иначе Все очень просто У этой пиццы Хат полдевятого Помню он Вполне определенный Но как встал перед ней Пустота в голове С гиганца напрягся Потому что внезапно Не смог вспомнить Машины марку Немного подзадержался Может сестра Перестаралась Дезодорантом Может вот это Вольво Или вот это Тойота Вот дерьмо Сломалась ума машина И в голове Буксует мышление Шины Его рук хлоп Прямо на сиденье Так испугался Как будто поймали За мастурбацией По меньшей мере От Гоги? Да А где Гога? Ну если в общем То в отпуске Ты вместо него? Можно и так сказать Прости Не успел пожрать Фокача Камелю откуда-то знакома Это морда Может чувак Из какого-нибудь сериала Который смотрела Сандра Если бы знала С кем сидит ее брат То мокрая бы стала Так может быть И для селфи Попросил бы сняться Но не в такой ситуации Приятненького? Я за что Ладно Да ешь ты спокойно Сранья Весь в трудах Ты может кусочек хочешь? Не Спасибо Уже Может домой возьми Я такого не ем обычно И тут еще это Как его? В пяти готов Спасибо Смотри А то я уже наелся Спасибо Что ты не голоден Че? Вед сбрасываешь? Побольше белка Поменьше углеводов Турник или кардио? Старый Держи себя в руках Воркал Со штангой Нет Я вообще не хожу в качалку Как это? Я блять Вообще не хожу в качалку Не хотел тебя обидеть А ты не обидел Просто я вообще не хожу в качалку До тебя доходит старый Блин старый Ну тогда возьми Ты для мамы Старый Ну что тебе для моей мамы Ну тогда для ребенка У меня нет ребенка Ну и правильно Знаешь Сделать пеленки Отличные катуировки Спасибо Пока Ну это Ну это Боже Мы сикопаться Похоже Аж давление На портрете Старается Имеет особая актуальность Взрывается 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 Ни одна Взрывается 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 И все распадается Взрывается Снег начинается Ритм не проявляется Вристайл не складывается Он замок Взрывается Ему повезло Все спят давно Он на цыпочках Цып! 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 Спит Сандра. Спит мама. Наконец вот такая желанная ситуация! А то снова по поводу ёлки бы кто-нибудь доебался Разобрал! 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 Как пластинку заела. Теперь она, если увидит, что не разобрал, то будет разрыв сердца. Не хочет думать, торопится раздеться. Почему злые всегда злые и не могут быть добрыми? Иногда хочу сделать что-то доброе, но почему-то все боком выходит. Не хочу никого бить, но на меня все время что-то находит. Не хочу никого душить, но уже душу, и так должно быть. Почему злые хоть иногда не могут быть хорошими, и наоборот? А правда в том, что наркотики он ненавидел. Удивительно, да, бывает. Он не раз уже видел, как его корешей уносило ветром, как лист дерева, как чек из кассы. Будь он весом хоть в центнер, а так бывает, уносит высоко в космос. В общем, фаер оно называлось. А началось все с того, что он решил, что заглянет к Дане, у которого в ТЦ была качалка, на минутку буквально. А Дане какой-то парень оставил лайфом, и этот фаер в качестве этой гарантии. И они с Даней смотрели на этот фаер, смотрели. Два часа, пятница, последний день недели. А пятница два часа, это немного суббота, немного пятница вечер, немного пятница следующая. В общем, закрыли качалку. Фаера дернули, запили берном и ждут. Тебя как забирает? Наконец спрашивает Даня. Потому что мне не вставляет. И этому должнику набирает. Слышь ты, лёлик и болик, это не фаер, а какая-то перхоть подмышечная. Слышь, хуйло, возвращай бабло. Ты торчал мне две тысячи, теперь торчишь три тысячи. И так по ушам ему едет с такой злобой и спесью, и делается все краснее. Камиль про себя тогда подумал. Нахуй такие припадки, чувак? Послушай, не бери в душу. Хуяк, огонь. И время начинает идти как-то странно. И делается им горячо, прям ямайка. И тело наполняется чем-то кипящим, как во время томограммы этого, какого-то там пузыря. Даю контраст, говорит микрофон медсестра. И заливает что-то горячее внутривенное. И каждую клеточку его тела. И это все ощущается как первое причастие, второе причастие, четвертое, пятое. И освященный благодатью он стоит, как будто они здание братья, как будто он ему отец, мать, сестра. Немного странно. Раньше мы вроде не были знакомы, близко. Но он не боится, он не помнит, кто к кому первый подошел. И в вице стал, и стал гомосексуал. Камиль почувствовал, как у него встал через штаны прямо. Только потом он увидел надпись на пакете дома. Лав. 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 На завтра весь день пробежал в комнате. Пельмени. Я не колоден. Вот и все, собственно, о том, почему он никогда не ходил в качалок. Горит. Горит мое тело. Горячая лава. Горит, как Варшава. Горит мое тело. Горят по домам, по рекам. Плачут женщины у меня на груди. Глубже хочу войти. В твоих татуировок улицы и тупики. Ночь. Ивона в постели. Где мачек? Звонит ему, но недоступен абонент. А она звонит, звонит все сильнее, звонит со всей силой. И будет звонить так долго, как просто, не знаю, пока айфон у него в кармане синим пламенем не забывает. Возьми трубку, сука, скажи, наконец, где ты есть и почему тебя с утра нету в своем же дому. В голове у нее амнистия демонов и выползается из чащи лесной ее рассудка голая паранойя. И ничего не поделаешь. И она вообще не ревнует. Это все разговоры постоянные, что она помешана на контроле. Повсюду следит за ним и жалко впечатление производит. Быть может. Но лучше быть жалкой, чем ревнивой. С пятницы этой она следила с подшивого инстаграма за этой бухой. Эйр Макс в этом возрасте смело. Лосины с узорами. Совет, все хорошо, но что-нибудь сделай с бодрыми. Сиськи, филейные, студень. Что с этим сделаешь, уже хорошо не будет. О ногах не говори, ноги еще туда-сюда. Вот туловище и выше, форменная ублюдина. В чем вообще дело? Почему он так ее унижает ради этой вот страхолюдины? Только и толку, что он точно ее не любит. Потому что никого не любит. Даже Леонка. Так по поводу чего была вся эта облава? По поводу глупых постов и лайков? Ну да, ее слегка понесло. Потеря самоконтроля. Легонький перекос. Ну а сегодня и вправду непонятно, в каких категориях думать об этом. Ну да, это бешенство, отчаяние, жесты. Он ее довел до этого. Но как вообще могла? Что вообще за концепт? В этом доме, в этой комнате, в этой отбоконцепт кровати Мерзкий маленький повстанец ее насмешливо обозревал, Пока он руками с ногтями грязными, правил бантона, не знал он ни разу. Брал ее волосы и сильно в матрас сжимал. И сейчас, и потом эта картина перед ее глазами, Когда она на этом мастурбировала, Когда унизительный оргазм внутри нее петарда И взорвался на миллионы искр, но не принес разрядки. Одеяло все так же, как горячая пленка, липнет к телу, надо сменить. Покрывало, наволочку, всю постель, кровать тоже наверняка, Все от пола, стены и потолка. Руки, ноги, голову, как бы он, Если мальчик узнает, уже к ней не прикоснется, Хоть он и так к ней не прикасается. Что поменяется, все одно. В полуссоре он не раз высказывал, что здесь все его, Но все же сама она себе принадлежала. Она единственная, что у нее осталось И будет делать, что пожелается со своим телом Или чего совсем не желается. Лишь одна возможность наблюдается Выйти отсюда в любой момент в одном только платье, Чтобы никогда ее здесь не видели. Один лишь вопрос тонкий. Что будет с ребенком? Она будет как-нибудь жить, но ребенка ей не прокормить. Одежда, немецкие прогулки, такси, уроки музыки, Школьные завтраки, платные дополнения к Симпсам, Аксессуары для ПС-4. Но не выселяться же ей, куда придется, На какое-нибудь взгорье ветреное, На какую-нибудь новострою к планету, Стеска в центре. Он вечно орет, когда наберет Ниссан, Хотя это он ей дает, он говорит ей сам, Как клещи эти воспоминания ей сердце сжимает. Он сам на новом Вольво ездит, А ей только рассказывает про массажное кресло, Про оформление салона интеллигентное, Как она на грязном Ниссане еле едет По улице с ребенком, на ветре, на холоде, В грязном снегу валяются звери. Ее косметика, бутылочки, кремы, Они откуда здесь? Только что видела в ванной, Пробует их собрать, но только воздух в руках. Спи уже! Шепчут самолеты над аэропортом Акенчи, Спи уже! Шепчут шлюхи из квартиры сбоку, Снятые для них агентством. Спи! Шепчут люди под их домом, Закопанные в землю. Она, наконец, засыпает. Ее будет только ключ, Вежливо поворачивающийся в замке. Старался войти тихо, Чтобы избежать знакомого допроса, Что, сколько, с кем, А ты рассказала всем, Что у тебя кредит на 200 тысяч, Жена и ребенок на цыпках проходят, Чтобы не разбудить, И спросонок не огрести вот это все, Не понимаешь, Моих эмоций подхладки, Порвалась на рубашке, Она лайфит все, что запостишь. Она была немного провалена. Клаудия бога не лайкала все подряд, Придется признать, Что же ей запрещать? А может просто послала что-то хорошее? Вообще-то она не про секс, Не тот кризис. Если секс ей дотела Ивоны, Было как от Владивостока до Лондона. Но Ивона давно уже перестала, Впрочем, Он, как и раньше, считал, Что она по-прежнему секси. То есть, объективно, секси. Как кредит. Как платеж по кредиту плюс проценты. А эта, Фигура, короче, не отличалась, Но она всегда слушала, что он говорит, И над шутками его громко смеялась. Для женщины глупая, Илья черная. А вот сейчас было опасно. А пидоры пидоры. Этого ему на ней может понять, Что он может быть интересен И способен увлекать. Клаудия бога нравится твой ливень. Клаудия бога только что отреагировала На твое желание быть политым И принятым. Мог по невниманию Валка Редания в любви признаться. Теперь ему не отвязаться. Проиграна битва. Держит, как бритва, Которую не удалось вырвать, Как не старался. Царапал и расгибал ломом пальцы. Как тут съебаться? Мило, конечно, что она ее так любит, Но это не повод, Чтобы вместе поберечь кухню. И он себе сначала упел, Что будет постепенно Отодвигаться гуманно, Что все будет более и более странно, Что надолго ее не хватит. И она сама скажет, Хватит. А он почащит голову и скажет, Ну, если ты так желаешь, Он две недели мрачнело, Охладевался, Его замысла на дерево поливал. Но она и брови не пуляла, Она не пуляла. Поборолся с чудовищем ее любовью, Только вместо отрубленной головы Вырастала новая. Лайк в ее глазах, Когда, даже когда он идет сегодня хорошо, И сам, значит, слишком далеко зашел. Лайк, когда на плевал И приехал позже на три часа. Она ждала, он не был покорный. Еще сегодня и вона. Подоедешь снова к ней? Но сейчас он приехал только за тем, Чтобы ей сказать, Что это совсем конец. В дороге проговорил, как сегодня он все. И сажит спокойно, Твердо, крутально, но тонко, Сядет в свою машину И может успеть даже Сосна проиграть с брошем. Вместе с зомби, Что еще делать с ребенком? Варкрафт, Мордл, Комбат, И в Майнкарк, Вашего угодно. И время с ним проведет нормально, А в последнее время он так остались от них, И его было мало, И вот миллион. Папа, папа, Я прошел на следующий левел. Сыночек, прости, Но у меня нет времени. Папа, А я стишок написал, Прочитать? Конечно, читайте. Сделай ясно. Я хотел бы, Я хотел бы Душить бабушку пакетом. Это прекрасно, Прекрасно. А может, Боялся, Что он так все время С мамой и с мамой Вырастет пидоренок? А может, Это атомизм, Страх того, Что не принесет Про ребенка? Когда нехому будет Старство заниматься? А Лена, Он в этом смысле Уже не рассчитывал, И сейчас уже Со счетов его списала И в отставку отправила. Концлагерь некрасивых, Концлагерь стариков, Концлагерь всех беженцев Из мира красоты, Концлагерь всех лысых, Пузатых толстяков, Всех кривозубых И таких, Как ты, Концлагерь С суровыми Условиями содержания, Кто не ходит в бассейн, Не бегает с утра, В Концлагерь всех тех, Кто глютен поедает, И в чаще леса Под собственным весом Своим брюхом придавленный Пусть умирает. Тем более, Что решил все закончить Определенно, Уже запарковался Перед ее домом, Когда неожиданно Решил у ее ворот Опробовать новую функцию. Ассистент парковки. Потому что живет он для других, А ему нужен для себя момент. Потому что все в вечном втором плане. И что для него важны Его мысли, потребности и желания. Новая машина, А на себя не секундочними. Он не будет ничего объяснять, Это займет минуту. Запарковался и выехал. Снова запарковался. Хуенная фишка. Еще разом, Всего лишь выехал, Заехал, Снова, Снова, Снова. Упс. И двойный ударил. Субару-то все равно, Асси-мес от Клауди, Где ты? Еду. Ей написал. Отличная фишка. А можно бы в жизни такого, Чтобы он мне помогал На работе и дома Вымерять, Предупреждать, Пищать и в колокола звенеть, Чтобы на проблемы большие С размахом не налететь. Это было, Как в танце. Как в танце. И так прокорвался, И прокорвался. И сидел он в этой больно, В таком блаженстве, Что на этой волне Он провел себе праздник. Пробежал, Отбивил газетку, Просмотрел На листовку нового Мерседеса И тщательно, Так и скажи своей маме. Про Ехал за 10 минут где-то. Пустая Варшава, Пуста голова, Из дела на дело. Он так боялся. Сценарий черный Воображал, Не знал, Как ему будет После всего вот этого. Радуешься, Жалеешь, Все еще энергичный И живой, Но с определенной Ноткой усталости. Он впоркнул на кухню И должен съесть, Что осталось. О, какие-то макароны. Лучше бы не приезжал Вообще он. Заспаный и вон И появляется В дверях кухни. Не спишь? Тут на импланты Ее посмотрел Немного слишком Они большие. Ну а впрочем, Чего он хотел? Он сам ей советовал Такие. Но все равно Реально Выглядело Немного ненатурально. Ты смотри на меня так Завтра снова Сожусь на диету. Ты был на работе? Ну я тебе говорил Мы с Леоной В кафе ходили Посмотри-ка сюда Какой мой зуб фарш Запилили Очень красиво Леончик спит уже? Да Третий час ночи Ты не ложишься? Что-то не хочется Немножко посижусь Хотела тебе Что-то сказать Вообще Хотела поговорить О чем? Раньше Хотела сказать Но ты так Куда-то спешил Пожалуйста, расскажи А я вернулась Леончик Хотел покушать И не было времени И не хватало духу Так, слушаю Хотела что-то сказать Да только не было случая Я весь переводился А ты Ты не будешь ругаться? Скорее всего Я не буду Скажи сначала За что? Я сделала кое-что Правда Ну, клянись Ты меня простишь Прощу Перестань плачь Вообще не плачу Не плачешь Наконец Скажи уже Нет Не могу Это так меня мучает Хотела сказать Но только не было случая Нет Нет Ничего Не надо так напрягаться Ну, я не напрягаюсь Нет, напрягаешься Весь трясешься Посмотри на пальцы Я не напрягаюсь Сегодня Сегодня я ехала из школы Ехала Там была какая-то помеха Оказалось, что на ручнике каталась Что-то там сгорело Где-то сзади Еще столбик врезалась И теперь у нее треснул бампер Ниссан Ниссан Кашкай Кроссовер Скажи уже Хоть что-нибудь Слегка ударенный Ниссан Мачи Пожалуйста Это было утро вторника Только Камиль Об этом не знал никак Потому что дремал Шумел обогреватель Но ему казалось Что это река Или деревья Шумели Или переливались Сбоку на бак Ворочался Туда и сюда Потому что ему снилось Полная ерунда Что стоит он на граблях И через долю секунды Они ебнут его полку И он просыпается Весь в поту И весь в пене И О, боже Неожиданность Северная Фрейд бы засмеялся Глядя, как он отлеплял Все высеяли Его гены И трусы Залитые семенем Которым он таким способом На свободу улетел Злится И идет мыться Последний раз Приводит к такому случиться Еще в детстве Когда весьма нихуево Он стал вами шажен с продавщицей Из овощного До этого он с журналами Имел дело А тут внезапно Тело В памяти стоп-кадры Стату с китайским драконом Черные волосы Светлые корни Мешок из-под картошки В ее сжатых пальцах А под ногтями чернота Могила крота Тогда слушали рэпера-магика Из кассетника Настроение волна Самая та Магик просто магнит Хоть кассетник уже не тянет Он помнит Как он убегал В своих шароварах Когда хозяйка на фургоне Со ржавым багажником Приезжала Один раз он это помнит точно Он бежит, бежит И в подъезд забегает срочно Потому что ему кажется Что хозяйка его догонит Лифт не работает Он по ступеням гонит Полное днище И на середине Лестничного марша Его мамаша Навзничь лежит Умерла Инфаркт миокарда Такие дела Он это видит Как будто в замедленной съемке Эти ее вечные В пластырях пятки Колготки с лайкры Под ними волосы черные Как у оборотня Потому что в ту пору Депиляция была еще не изобретена Он помнит Как ему стало жаль себя Ему было тогда 17 или 19 Его охватила паника От того, что она взяла И вот так внезапно Сыграла в ящик Что с ним будет Массакра Астма у Сандры Когда вернется Из детского сада Что он ей скажет Когда она спросит Где мама Когда я смотрю на тебя Смотрю на лицо твое ясное Я вспоминаю Сколько раз ты меня обнимала Чтобы я спал А теперь на моих руках Ты лежишь И нет прекраснее Лица твоего Хоть и в морщинах вся Знаю, что ты столько всего Хотела вставить себе этот зуб В рейх к сестре съездить Я помню, как на руках твоих засыпала Теперь ты, мама Спишь на моих руках Бьет по лицу Царапает Она вообще вне контакта И в руках у него Размикает, как тесто Но вместо смерти дыхания Он слышит резкий храп Она храпит И по 4 промилле вермута В каждом храпе где-то Этот храп еще слыша Он из туалета вышел Через двери полуоткрытые Видно, как она спит Пасть открыта Как бутылка пива крепкого Зуба тройки нет Нет и протеза В частной не хватит денег А в бесплатной вообще шанса нет Как только он дело осилит Он ее профинансирует Без пизды Нормально он ей даст Когда продаст пакетики с косметикой И будет опять при бабле И так он был тронут Своей праведностью Потенциалом Что не замечает Что мать не спит А сверлит его глазами Камель Что? Чего не спишь? А что? Уже не поздно, а рано Ну раз рано Вот я и встал Пожимать плечами Тебе-то что, мама? К чему вопрос? Обычно ты так не встаешь И что? А то, что ты смотришь странно И что, прости? Знаешь, вчера говорили по радио Был один парень У которого не было работы Или вообще занятия Он в интернете играл А однажды взял саблю И мать убил Да В арке Отлично А останки спрятал в шкафу Я бы тебя не смог Интересно знать, почему? У тебя в шкафу беспорядок У тебя с головой непорядок И так хлопнул дверью Что реклама упала с панели Нахуй все это Слишком поздно У нее слишком много пива Альцгеймер мозга Он ей будет зубы вставлять Благотворительностью заниматься А она будет вот так За доброслым расплачиваться Пусть ходит без зубы Если ей так нравится Красавица СМС от Ивоны Буду в пять Абонент Бачок Буду, прекрасная Честно Он был удивлен, Децл Когда получил этот СМС Он думал, это было на один раз И все затихнет Как и с баблом Которое он у нее одолжил Долго стыдился А вот о сиськах ее думать не переставал Смылся и чувствовал себя школьником Перед дискотекой Которая одеколоном пшикается И на всякие пожарные прыщи выдавливает Не мог дождаться, когда она встанет раком Была ли это любовь? Не совсем, но почти Выжилание его женщины настолько прекрасное, что дыхание пропадало И так же ее желал он Видел в ее глазах презрение И оттого еще больше хотел ее разорвать на куски Была ли это любовь? Не совсем, но почти Хотел ее так, что один за другим он смолил бычки Конец Пришел на полчаса опоздав Сори Не страшно? Батюк, который там сними Говорю сразу, у меня промокли носки А сам подгорел немного Придрался на чекану Сердце его такое выдавало Бит, что можно на нем доехать до следующего купле До следующей страфы Но сочинять тут нечего Она переходит к основной тени вечера Она как-то странно выглядит Она косячок уже выкурила Глаза красные Может, плакала? Она резко сдирает халатик И как там оно называется? Что на тело голое надевается? В общем, не важно Важно, что ничего под ним Он в легком шоке от ее просьбы Хочет ей на лицо Долго должен стараться И что хуже всего Всякое воображать Бабы голые Настолько голые Что видно их ДНК Простите, пожалуйста У меня выпал яичник Вы не поможете Мне любезно с тем Что вы вернуете Он на место Вообще она была внезапная И напряженная Он боялся ее немного Потому что порно Это порно Ему все окей Вот нормальная женщина От такого уходит По возможности Нормальным нравится Чтобы их трогали Целовали Ласкали А это хочет за волосы И с компа смотреть норма А вот в реале Его так не забирает Все время что-то отвлекает На что не взглянет На все отвлекается Вот смотрит на ее Сиски На губы И почти Ну что-то его обратно Да первый план возвращает Он снова был там уже И кончил уже Казалось он снова И снова ему Что-то ему опять в глаза бросалось Комп открытый на форуме Развод Раздел имущества Счет Засвет Бутылочка сока В глазах ее слезы В конце фортуна Ему подвела еще пуще Он чувствовал себя пустым Как кирпич Как под лесорубом пуще Чувствует ее спешку И оттого Разогнаться не может Она уже глазами спрашивает Что там Но он ее еще мозолит В конце концов Он вынимает у нее Изо рта Свой член Не знаю Что-то не так Я не могу Совсем Сори Не волнуйся Все нормально Я быть может Слегка болен Одеваются оба Неудобно Друг другу В глаза не смотрят Она заворачивает Салфетку Призывати Твое Камиль поднимает Кусочек лего С пола Она не смеется И лишь халатик И еще потуже Завязывается Как будто она боится Что иначе Растрескается Как фужер На тысячу Эти насколок Слушай Это же что Лего техник Да? Может быть Рессор У меня была Такая племнохода Что ты говоришь? Тетя из ФРГ Привозила Для моей сестры Интересно Сводная Она от другого Мама говорит По залету Но что пришла Божья матри И сказала Оставь А вот Ей так вот Лего и достался Я бах И собрал Просто не смог Дождаться Ну да? В общем Думал Мне ноги Из жопы Повырывают Мать и отчим Ну как отчим? Что этот корчим? Какой-то мужик Мамин Не отец в общем Папа плохо кончен Въебался в стекло На двери Я у рту ему Стекло перебила Короче Я был воспитан Безотчиной Для парня Это плохая опция Нету пример Для подражания Нету компа Говоришь Ну у всех есть А толку Мать в ответ Ой там Ой там Какой компьютер Ты пару раз Поиграешь И выбросишь Этот компьютер В кладовку что ли С интернетом Такое же Зачем тебе интернет? Читай лучше книжку Чего в ней такого нет Что нужно тебе искать В интернете Кстати о книжках А что? У вас Много книжек А да Читала? Некоторые да Наверняка о любви же Мои тексты Некоторые тоже о любви Ну вот Хочешь честно Писать о жизни О проблемах Мне интересно О польском обществе Да Только что-то с любовью Так вот То она есть То ее нет Сложно выразить Непонятно Просто этого чувства Никогда не знал Вероятно В общем Сам не знаю о том О чем будет Этот мой альбом Этот мой альбом Этот мой альбом Тут его разбирать Начинает Чтобы она спросила Какой альбом? А она не спрашивает Не знает Почему он так разболтался Вроде от нервов Может мозг поломался Мне выходить сейчас Говорит Ивона Перемещаясь без цели По комнате Собирая с ковра Какие-то комочки И иглы с елки Спокойно Спокойно Это только предлог Интересно Куда она собралась? Она голая В одном халатике Главное спокойно Можно я выпью соку? Я спешу Просит Потому что его сушит После всего этого Пьет очень медленно Очень громко Глотая Или здесь просто Тишь такая Медленно Время идет Надо идти Говорит Зачем Немного Потому что Знают Потому что Нет для них Места В этой стране В этом месте В этом городе В этом метро На этом метре Квадратном Они стоят И так нагло Вдыхают этот воздух Будто он их Выдыхайте это Сука Это из моих Налогов Звери Повезло им Что уже слышен Голос Осторожно Двери Поезд Сел за ними Следом Вот ведь беда Его забирает Что-то так Что начинает Он им ездить По ушам Да с пожеланиями Такими От себя Что на концерте По заявкам Не услышишь никогда Желание Ни счастья Ни здоровья Ни денег И напастей Пассажиры ничего Ведь говорит он То что каждый Сам подумал Но не решился Говорить Из политиков Корректнес А они ничего Что-то там Пле-пле На своем диалекте Делают вид Что дождь идет А это не дождь Поверьте Сейчас проверите У одного из них Лицо было такое твердое Что когда по нему Дал и руку отбил Да так Что болит до сих пор Ладно До свадьбы заживет Или раньше Дружок поднял Дружок помог подняться И они ушли Видать куда-то спешили Так одиноко Как будто плывет Через море На пивной банке Хотел он до Тоби Доплыть Но у него дочка И его невеста Им крепко рулит Трубку отобрала И запрятан булик Остался болик Ход через калитку В дымофон Бит короткий Что? Пусти меня Зачем? Да отлить я хочу Шучу У меня есть водка Вообще-то не было Но иначе бы он его не впустил Смотрели пилу На большом экране На угловом диване Камень примостился И покемарил Когда открыл глаза Было шесть утра Среда Болик ушел на работу Хоть бы еще полежал Поспал немного Ну что ты Небо было серое И туманное Но эта среда С ним теперь навсегда Она как будто Кто-то взял его жизнь И повернулась На сто восемьдесят градусов Он слово Холь пишет в лифте Который едет домой Немного на миксе Им надо посрать Побриться И с жизнью своей Разобраться Немного подумать Может он и проиграл Скажет кто-нибудь Кто за ним Извне наблюдает У всех семьи Работа на мойке Или нахуй в Британии Он хотя с мамой Живет Но все же жизнью Артиста Альбом вот пишет Думает он И холодной рукой Отечего дверь сжимает Но из-за нее Мать внезапно Выскакивает И орет так Что вокруг все свищет Эй полегче Думает он Хотя через ее орму Не слышно собственных мыслей Не только эпитер И пип-пип Твою мать Пип-пип Косметичка Я тебе еще Пип Говорила тебе Еще раз И пип Верит только что Сестра стоит В дверях С надкушенным триксом Полиции Откуда? Полиции О боже Ничего не понятно Когда говорит с полной пастью Он отдирает от тебя мать И шагом широким Идет наугад К себе в комнату Где под кроватью В носке От тети Сдеславы Он держит То есть держал Все пропало У меня была тут косметичка Какая еще косметичка? Арифлей Или просто обычная Потому что ты арифлей Мать в унитаз спустила Что прости? Ну когда дымофон Полиция позвонила Вроде логично Че? Серьезно Спустила мама Он ей плечо сжимает Того и гляди Сломает Если она ему не скажет Как было дело Рожа горит огнем И в ногу что-то стреляет Она голосит Голосит Плачет И оседает Нету сил больше Мне уже все равно Пусть тебя посадят Ты же знаешь Что я скоро ухожу на работу Только вот новый альбом На каком свете живем Альбом Какой альбом Я спрашиваю Сандра мне рассказала Все Что? Отчеты Чтобы записать Нужны эти музыкальные Ты Ну биты А битов у тебя и нет Я так им и сказала Что ты здесь не живешь Здесь давно Уехал Пропал А вот так что Она тебя донесла Говорит Что ты здесь навсегда Эй Дай сигаретку Пошла нахрен Глупая девка Пошла нахрен Мымра Предатель Не хочу никогда Больше знать тебя Не помнит Как ехал на лифте И как на улицу вышел Идет сам не свой По району Как по чистилищу Солнце светит Как серое яблоко Небо в свет полонеза Он проходит Как сон Мимоплея Считает торгового центра И спортсмена Который в антисмоговой Маски бегает Как ганнибал лектор За очередной жертвой И только у него Все так же его ранит Как этот тип Что играет на стилпане Сидя на стуле Видит скорую Она же не за ним ехала Вот потеха Большой сугроб С крыши съехал И какой-то тетке Прямо по голове На носилках Из-под простыни Кроссовки Air Max Торчали Лучше чем у меня Но ты в них не побегаешь И не мне быть в печали Он садится в трамвай Номер девять Который едет В аэропорт Акенчи У него на билет Не хватит денег Но что-то не хочется Он садится назад Он всегда за спиной У общества Ничего уже нет Никого не осталось Все связи порваны Едет он неизвестно куда Может в петлю А может и в гору Биты, сука Должен был идти К одному чуваку Поговорить о битах Да и то просто так Для того только Чтобы знать Что ему отвечать Если вдруг Кто-то спросит О том Как там его альбом Конец Аплодисменты Защитнее представитель Артуром Акуматьяров Аплодисменты.